Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем заниматься тем, ради чего был создан мир. Вы знаете, вот если бы мы сейчас не учили Тору, то мир вообще бы и не существовал. Представляете вообще, да? То есть мы поддерживаем сейчас мир. Бог создал мир ради того, чтобы люди двигались к Богу. А как двигаться к Богу? Тора. Тора это как учение, которое свет. Это как слова Бога. То есть то, что идет от Бога, называется Тора. То, что идет от человека, называется молитва. Понятно? Всем доброе утро. Ботер Тов. Гуд Монин. Так. Отлично. И значит мы, еще раз повторю, прям вот так, чтобы было понятно. Тора это как учение, свет, которое идет от Бога и которое сообщает, что хотел Бог. А то, что идет от человека, человек учит Тору. Учит он Тору. И когда он разговаривает с Богом, называется это молитва. Когда он слышит, как Бог разговаривает с ним, это называется шизофрения. Я шучу. Это шутка такая есть. Когда человек разговаривает с Богом, это нормально. А когда Бог разговаривает с человеком, это или пророчество, если это действительно Бог разговаривает с человеком, Или если человеку кажется, что это Бог с ним разговаривает, то это шизофрения. Хорошо, но с нами, со всеми, Бог разговаривает. Ваикра, почему называется портал Ваикра, почему называется Ваикра, да? Ваикра это Ивазвал, Ивазвал. И это третья книга Торой, Ивазвал Бог к Маше. Бог взывал к Маше, потому что Маше был пророк. Но там есть маленькая алиф в конце. Вообще в Торе все буквы одинаковые. Если буква изменена, там есть какой-то дополнительный скрыт смысл, шифр. Так в этом алиф маленькая, объяснял это Раби Нахман из Браслова, он объяснял так, что почему алиф маленькая? Ее, чтобы можно было спутать с Эй. Она как-то, ну маленькая она такая, да, то есть не видно. Все буквы большие, а она маленькая. И она тогда по написанию, она, можно спутать ее с Эй. Так, а если будет Эй на конце буква, другая буква, не алиф, а Эй, то тогда получается, что ваикре, слово это читается. А что такое ваикре? Ваикре это и случилось. Микре это случай. Так объясняет Раби Нахман, что Бог разговаривает с пророками. Пророк слышит, что Бог имеет в виду. А с простыми людьми он разговаривает через случаи, которые с людьми происходят. Это не случайности. Все, что с человеком происходит, это как Бог взывает каждому из нас через события, которые с нами происходят. Так объясняет Раби Нахман, почему буква алиф в слове ваикра маленькая. Понятно, да? И почему мы взяли тогда это название? Во-первых, портал ваикра возник, когда читали эту книгу ваикра. Во-вторых, когда еврести и дети идут учить Тору, то они начинают учить Тору с книги ваикра. И возвал. Интересно, да? Хорошо, теперь, а мы как дети, мы как еврести и украденные дети, потому что когда есть Тора, это первая, первичная, чистейшая идеология. Это та идея, которую Бог вставил в голову первого человека, Адам Решона. И дальше, дальше эти идеи, был Ноах, Бог с ним разговаривал. Но это было, именно такой был, как сказать, очень все было просто. А потом была Тора, дана на горе Синай Моисею, Моше Рабейну поднялся, взял Тору. Моше Тибель Тура Мисинай. Он получил Тору на горе Синай и передал ее Еушуа. Еушуа Бенун, это его был ученик. И он передал ее Еушуа полностью. То есть он получил, сколько мог получить, потому что Тора, Бог не ограничен ничем границами. Тора, значит, тоже не ограничена границами. А восприятие человека ограничено границами своего восприятия. Так получается, каждый может воспринять столько, сколько вмещает его восприятие. То есть каждый из нас вмещает, это мы учили в Каэлите, какой-то кусочек мира. Представьте, там написано, что Бог дал Олам, мир, без вава, маленькое написание Олам, дал в сердца людей. То есть каждый из нас вмещает кусочек мира. Вот человек сидит, думает, да я весь мир вмещаю. А он сто стран даже не знает названий. Есть сто стран в мире, в которых живет там, я не знаю, два-три миллиарда человек, а он про них даже не слышал. Так как же ты весь мир вмещаешь? Каждый из нас вмещает кусочек мира, кусочек реальности. И иногда этот кусочек такой маленький-маленький вообще. Тора расширяет нам, то есть сколько ты постиг Торы, Тора расширяет тебе твой мир, который есть в тебе, который ты вмещаешь. И включает в этот мир Бога и духовность. То есть для того, чтобы знать про Бога, нужно первым делом услышать слово Бог, потом расширить понятие Бог. И некоторые у них Бог, тот Бог, которого они не верят, я в него тоже не верю. Это известная история, как один пришел к раввину и говорит, я в Бога не верю. Он говорит, а что ты говоришь, когда Бог, что ты имеешь в виду? Тот описал свое представление о Боге, он говорит, так я в этого Бога тоже не верю. Что же это? Мы говорим про разного Бога, когда раввин говорит, я верю в Бога, а тот говорит, я в Бога не верю. Так в того Бога, в которого тот не верит, раввин тоже не верит. Есть Бог, то есть Бог у каждого из нас в восприятии, понятно? И мир в восприятии, понятно? Все, всем добрый день и двигаемся, двигаемся дальше. У нас сегодня 24 глава, мы закончили 23 главу, антиалкогольная пропаганда закончена, да, мы обмыли вчера окончание 23 главы вечером, праздник окончания был 23 главы алкоголический. И начинается 24 глава с того, что написано так, альтикане бэншера, не завидуй людям зла, не завидуй людям зла, вальтитав льет и там, и не возжелай быть с ними. Значит, как работает, как работает человек, да, как устроен человек? Бог вселил, как бы в, есть вещи, которые прошивка уже, установьте по умолчанию то, что называется, рефлексы, например, да, маленький ребенок рождается, его никто не учит, как дышать, как кушать, как, как там обогревать свое тело. У него есть прошивка рефлексии. Если ему хочется кушать или ему чего-то не хватает, то у него единственный способ об этом сообщить миру, как? Начать кричать, плакать, ну, то есть доставлять неприятности другим людям. Кстати, эта привычка сохраняется у человека и дальше. Когда ему чего-то не хватает, он, как маленький ребенок, он плачет, кричит и доставляет всем дискомфорт. Также взрослый человек, он доставляет дискомфорт окружающим людям, когда ему чего-то не хватает. Дальше у маленького ребенка внутри есть прошивка такая, что он должен научиться, как в этом мире жить. И эта прошивка, она устроена таким образом, что он смотрит на других людей и повторяет за ними то, что делают другие люди. Повторяет слова, повторяет жесты, повторяет манеру поведения и так далее. То есть он все зеркалит, маленький ребенок. И таким образом маленькие дети, они учатся тому, какими надо быть в этом мире. То есть мы все в детстве кого-то зеркалили, кого-то повторяли и так далее. Дальше, дальше, у человека внутри есть прошивка, которая называется зависть. То есть человек смотрит и видит, что у другого что-то есть, ему это хочется. И эта зависть его двигает, то есть так у него появляется желание. О, типа все побежали в тяну, и я хочу. Все в рваных джинсах, и я хочу. Все, значит, там играют, я не знаю, в кубик Рубика, и я хочу, и я хочу. То есть это как бы у человека прошивка такая. Хотеть то, что есть у других. Теперь мы уже, то есть это убрать нельзя. Царь Соломон нам сказал в книге «Экклезиаст», что, говорит, все даже самые хорошие дела сделаны из зависти человека к своему ближнему. Только нам здесь, Мишли, царь Соломон объяснил, чему надо завидовать, а чему не надо. Значит, не надо завидовать, вначале он нам объяснил по-простому, не надо завидовать тому, что есть у человека. Потому что то, что у него есть, это плоды, это урожай. То есть это следствие многих причин. Если ты хочешь иметь то же самое, то тогда ты должен завидовать чему? Его качеством, хорошим качеством, которое ему позволили это создать. Это единственная зависть, которую царь Соломон нам советует использовать и делать. Потому что до этого он говорил, что ленивец, это есть Ацель, который Ацлан такой, ленивец. Он написан, он ховех ядав, он там писал, он так складывает руки и охелет басаро, и кушает свое тело. То есть если зависть, она не выражается ни в какие действия, то она съедает человека изнутри, и она его разъедает. То есть нет ни смысла. Если он завидует результатом человека, то тоже не имеет смысла. Ты не можешь получить перепрыгнуть через ступени и получить результаты. Имеет смысл завидовать качеством, а качество ты можешь приобрести. То есть качество, характера. Особенно царь Соломон советовал нам завидовать и рад трепет перед Богом, который есть у цадиков. Как только ты его приобрел, это самое ценное качество. Все остальное дальше пойдет. Здесь он нам говорит следующее. Не завидуй, в первом отрывке 24 главы он нам говорит, не завидуй людям зла. Есть люди зла, и не вожелай быть с ними. Значит, люди зла, в чем их как бы главный прикол этих людей зла? Люди зла, они говорят, что для нас самое главное в жизни это получать удовольствие. Какой ценой правила нас не интересуют? Нельзя воровать, ну и что, а я заберу плоды у другого человека. Нельзя там насиловать, да, например. Да, я изнасилую. То есть мне главное в жизни это удовольствие. Какой ценой, что мне для этого надо сделать, какие преступления меня не интересуют? Это главный принцип людей зла. То есть они стремятся к удовольствиям, при этом они готовы ради своего удовольствия делать зло любым другим людям. Теперь эта стратегия, она дает быстрые результаты. То есть, в принципе, ну украсть легко. Ты взял, там забрал, украл, забрал. Но это очень краткосрочная стратегия, потому что мир так устроен, что каждое действие, оно рождает последствия. И Бог так установил, что за зло есть наказание. Поэтому все вот эти вот злодеи, они краткосрочно, они процветают. То есть они как бы на короткой перспективе, они процветают, а в длинной дистанции они сгорают. Но человек же этого не знает, он видит же, он живет в ограниченном своем восприятии. Он смотрит, вот там бандиты такие, они здоровые, на машинах, там все. А он не знает, что срок жизни бандита 5 лет. Он однодневка такой, да, то есть, а потом он, следующие 5 лет он сидит в тюрьме. То есть, он год поблатовал, потом тюрьма. Он, значит, такой весь накачанный, а он прячется и не может в одной квартире больше месяца жить, потому что за ним гоняются другие бандиты, да. Он, значит, ночами не спит, у него деприсухи, потому что он там человека зарубило. Этот человек ему ночью приходит во сне и это самое. И поэтому они на героине, там, на кокаине, на алкоголе, на всем, чтобы забить вот этот вот страх, который их, ну, съедает изнутри, да. Зачем им нужны наркотики? Вот прославляют, самый крутой бандит был, это символ бандита, это был кто? Значит, Пабло Эскобар. Пабло Эскобар, он камин топил долларами. То есть, он зарабатывал там миллиарды в год на торговле кокаином. Он просто, ну, про него снимают фильмы, сериалы. Ну, он так, как он, как бы, жил, ну, шикарно, там, сколько он денег тратил. То есть, ему просто приходило наличными вот так вот каждый день, там, миллионы, миллионы, миллионы. И он, значит, естественно, он все это прожигал в ту же секунду. Но конец Пабло Эскобара, за ним охота колумбийского правительства, американского правительства. Последние, там, 5-10 лет его жизни он скрывался. И в 40 лет его убили, как собаку, причем, ну, с разных сторон. Его там, за ним гонялись те правительства, другие преступники. Он сам лично убил больше тысячи человек. Понятно, да? Но он прожил коротко, но ярко. И нам сказал царь Соломон, не завидуйте таким людям, злодеям, не завидуйте. Вальти там, льет и там. И даже, если ты не хочешь быть... Есть такие люди, они говорят, ну, он злодей, но я же не злодей, я буду просто рядом с ним. Ну, то есть, он деньги тратит, я буду там рядом с ним, я с этим... Ну, как-то, я же не злодей, я сам хороший, я не злодей. Сказали нам мудрецы вперте, а вот они нам разъяснили тактика поведения. Первое, сказал нам... Кто нам сказал? Ешовен Прахим и Нитар Бели. Нитар Бели нам сказал. Архек Мишахен Ра. Отдались от плохого соседа. Вальти тхаберли Раша. И не соединяйся со злодеем, даже в хорошем деле. Нам объясняют дальше комментаторы. Вальти тяешми напуранут. И тогда тебе не придется отчаиваться от расплаты. Потому что, когда идет расплата на злодея, идет расплата на всех, кто вокруг него. Даже если они не были злодеями, то они попадают под раздачу. Я вспоминаю, вот на всю жизнь у меня прям осталось такое воспоминание, как я в спортинтернате, у меня был товарищ, хороший парень, очень гонболист, играл в гонбол, да. Был другой, не очень хороший товарищ, но его друг близкий. Он был борец такой, да. И был один, прям вот этот злодей, прямо с него можно писать портрет злодея. Он был такой, там, я не знаю, кошек сжигал. Ну, такой, вы знаете, есть люди зла, такой, садист такой, да, настоящий. Он был вообще не спортсмен, он там был с этого района, где у нас был спортинтернат. Я его просто ненавидел, этого человека. Вот у меня было отторжение к злу всегда. А у этих не было видно отторжение к злу. И вот я шел, я помню, как сейчас в тренировке, и они, значит, втроем идут, пойдем пиво пить. Я говорю, я не хочу. А я бы с этим гонболистом и борцом, может быть, я и пошел бы пиво попить. Ну, они нормальные ребята были. А этот вот, он меня просто, ну, злодей-злодей. Я говорю, я не пойду с вами пиво пить, все. Я хорошо запомнил, что я именно не хотел с этим злодеем рядом находиться вообще. А теперь, значит, вы знаете, если люди, от них прямо вот идет зло, агрессия, такие все. Они пошли пить пиво, познакомились там с каким-то пьяным, который из предыдущей нашей 23 главы, где о вреде пьянства, который был уже на стадии, когда качается, на мачте качается это. И пьяный человек, он теряет ориентацию, с кем можно общаться, с кем нельзя. И он этих троих пригласил к себе домой. А он и начал рассказывать, он был, ну, какие-то у него были деньги, начал блатовать, начал хвастаться и так далее. Теперь этот, который бандит, он ножом того, давай пытать его, где деньги, значит. И в конце концов он его убил, зарезал. А тот так орал, что вызвали соседей в милицию. Приезжает милиция, стук в дверь милиция. Эти что делать? Они от испуга прыгают все с балкона и в бега. А тот, кого они убили, у него родственник генерал милиции, потом это самое. А тот убил его. Не они убили, они не убивали, они офидели сами от этого, что происходит. Короче, их поймали. И по полной программе не откупиться нельзя, потому что у того родственника генерал милиции, кого они убили. И, значит, их всех там в тюрьму на самой максимальной стройке, там больше 10 лет, там все. Это как раз вот яркая иллюстрация того, что нельзя не хотеть даже быть рядом с ними. Не важно, сколько у них денег, не важно, кто платит за пиво, не важно, как им сейчас прет. Если человек злодей, расплата придет. Это надо знать и все. И объясняет нам во втором отрывке царь Соломон Кишот и Эгелебам. Потому что грабеж производит их сердце. То есть они думают о том, как забрать у других людей, им не важно. То есть рядом кто тот или... Ну, то есть им не важно, кого грабит. То есть все равно, если у него, его мышление, оно работает по смыслу забрать, то он хищник такой, да? То есть он не работает по принципу выиграл-выиграл там и так далее. Как объясняет царь Соломон, что потому что сердце его производит зло. Ваамаль сифтеем титаберна. И амаль это такая пустая... ну, пустой труд. Амаль это пустой труд. Хотя непонятно, есть же амаль... О злом говорят их уста. Перевод странный. Амаль это труд. Сифтеем титаберна. То есть есть труд, как сказать, о чем вот говорят злодеи. Вот кто знает, о чем говорят злодеи. Вот включите, например, включите телевизор и вы узнаете, о чем говорят злодеи. Ну, о чем они говорят? Нет, они в основном, вот я как бы вспоминаю, вот эти вот, ну, круги такие, не очень хорошие. Одно время из-за спорта, спорт рядом проходит с этими кругами. Они говорят в основном, они, ну, что такое у них, вот, вот слово такое, вот они друг к другу с такой подстелкой, ну, как бы, под, как сказать. И они хвастаются. И они хвастаются, и они стараются быть круче, чем другой. И они все время смотрят. Подначивают друг друга. И с издевкой такие разговаривают. Подначивают, да. И дальше они все время смотрят, как бы тебя зацепить, хлопнуть. и как бы, то есть, ты все время там нельзя задом поворачиваться. То есть, в той вот этой компании, главное у них слово, что типа, не поворачивайся задом, сам виноват. Типа, ну а что ты хотел? Понимаешь? Открылся чуть-чуть и сразу тебя хлопнули, свои же хлопнули. То есть, чуть-чуть ты где-то не так, что-то там не так сделал, не так сказал, сразу джжжж, и все. Значит, и, ну, у них нет ни там, духовных разговоров, ничего. Ну, то есть, понятно, и ты даже просто, находясь в их компании, оно к тебе прилипает. Теперь третий отрывок нам говорит, а что делать? То есть, сэр Саламон, вот у него очень прослеживается такая, как схема, он говорит, мир работает вот так. Раз, два, три. Он показывает, как работает, причина, следствие, и потом он говорит, а что делать? Вот в третьем отрывке он говорит нам, что делать? Бехахма ибане байт. Он говорит, хохмой, божественной мудростью, построится дом у битвуна и ткунан. И твуна, это, как мы знаем, твуна, это логика, сообразительность. Он установится. Значит, что имеется в виду? Значит, как мы уже знаем, что есть некие знания, исходные предпосылки, аксиомы, которые, по которым устроено мышление каждого человека. То есть, у каждого человека есть основы мышления, да? Например, вот спросите себя, да, там, или каждый себя спросите, ради чего ты живешь? Что главное в жизни? И у каждого всплывут, если задать этот вопрос, какие-то ответы. Что главное в жизни? А что важно в жизни? А к чему надо стремиться? И так далее. То есть, у каждого человека оно есть уже внутри, и оно туда попало. И ты постоянно это не обдумываешь, ты об этом не вспоминаешь. Но вот эти вот основы мышления, исходные предпосылки, они есть у каждого человека, аксиомы. Теперь спроси вопрос, а как работает мир? Есть наказание за преступление или нет? Один скажет, есть. Второй скажет, нет. Третий скажет, не знаю. Понятно, да? Но это, тогда это не аксиома. Если не знаю, это не аксиома. Но вот у каждого из нас есть что-то, что вот мы прям в это верим, даже не осознавая, насколько мы в это верим. И когда у человека эти аксиомы неправильные, то есть, его воспитали, ну, Маугли воспитали волки. Там, кого-то воспитали, я помню, я спрашивал, есть такой Тимбур Бекмамбетов. Тимбур Бекмамбетов, это режиссер, известный режиссер. Он крутой режиссер, он реально крутой режиссер. И, значит, я с ним когда познакомился, а у него мама еврейка, папа казах. Я ему говорю, так вы же евреи. Он говорит, ну, не знаю, там я еврей, не еврей, такой. Я говорю, а вот скажите, Тимур, говорю, вы по каким принципам живете? Вот говорю, какие у вас главные принципы? Он говорит, я в основном по казахским. Я, говорит, как бы больше себя ассоциирую с казахским менталитетом, ну, вот именно принципами, да, народными. Я говорю, а скажите, говорю, ну, и какие это принципы? Он говорит, ну, меня дедушка учил так. Казах идет туда, где трава зеленее. Я говорю, ну, хороший принцип, я говорю, а он поэтому переехал в Голливуд. И он фильмы снимает в Голливуде, потому что реально в Голливуде трава зеленее. То есть там, там больше денег, там лучше пастбит. То есть принцип неплохой. Я очень уважаю казахов. Очень это такой мощный, сильный народ. Вот я прям реально казахи, один из самых, вот мне нравится их менталитет. Да, принцип хороший в принципе. Казах идет туда, где трава зеленее. То есть они были народ-кочевники, пастбища, бараны. И а куда идти? Там, где есть трава. И он нормально. Он в Голливуде заработал, но все-таки у него еврейские принципы тоже есть. Он их не выдает просто. Он в Голливуд приехал, снял фильм на экране компьютера, вложил в него там 20-30 тысяч долларов, а продал на 60 миллионов. Назвал это новый стиль, там, скринфлоу, придумал название, запатентовал, снял фильм ужасов на экране компьютера. Просто вот нигде-то фильм снимается только экран компьютера. И, значит, это его принципы. Казах идет туда, где трава зеленее. Но у него есть евреские принципы. Я ему говорю, ну, смотрите, Тора-то, она с неба, она вечная. Это Бог ее дал. А он мне отвечает, вот интересно. Он говорит, вы знаете, говорит, я это слышал уже. Мнение очень интересно. Мне в один день подарили пятитомник вот этой Торы. И я иду, значит, в патетике с пятитомником этой Торы. И, а меня в этот день пригласили еще в ФСБ на вручение медали какой-то. Ну, там, какое-то вручение диплома почетного. И мне подарили в этот же день пятитомник история ФСБ. И вот я еду домой, у меня с одной стороны пятитомник Тора, а с другой стороны пятитомник история ФСБ, ну, Федеральная служба безопасности России. То есть, он мне как бы такими намеками говорит, что есть разные идеологии, и я не знаю, в какую верить. Вроде бы, в России ФСБ это круче, чем религия. То есть, он был в одном месте, там, синагогом, и был в другом месте. Если так ты внешне посмотришь, то ФСБ круче, чем синагога, да, ну, помощнее на сегодня будет. Но Тора вечная. Тора-то уже работает сколько лет? Со времен, со времен Авраама, Авина, то есть, опять же, это выбор. Нам говорит царь Соломон, смотри, у каждого есть выбор, свобода выбора, то есть, ты должен выбрать себе идеологию, то есть, ты не можешь, ты не живешь в пустом месте. Каждый человек живет в каком-то, в какой-то идеологии, в какой-то системе координат, в которой он, исходя из своей системы координат, постоянно делает выборы. Куда двигаться? Туда, сюда, что важно для меня, что не важно. И царь Соломон нам говорит, бэхахма, ибанэ байт. Дом построился, дом, вечный дом, построится только на основе вечной вот этой мудрости. Хахма, божественная мудрость. То есть, если ты принимаешь систему Бога, Бог сказал, это добро, это зло, как он вначале в раю посадил дерево познания добра и зла, и он говорит человеку, весь мир твой, придумывай все, что ты хочешь. Добро и зло не трожь. Я говорю, это добро, это зло, я Бог, я создатель мира, все. Согласен? Согласен. Теперь змей. Змей это вот это внутреннее сомнение. Он говорит, смотри, какое дерево крутое, ведь это же ты, когда съешь плоды этого дерева познания добра и зла, ты станешь как Бог, создающий добро и зло. Зачем тебе слушаться кого-то? Ты давай сам скажи, что добро, что зло. Тогда круто, ты, что бы ты ни сделал, это добро. И женщина, это не мужчина съела дерево, женщина съела дерево и открылись ее глаза, и она увидела реально, что человек своими мыслями сотворяет мир. Да, человек своими мыслями сотворяет мир, в котором он живет, но есть же хозяин мира. То есть, ты там все равно сотворяешь мир в мире, который создал Бог. Если ты идешь с Богом не в резонанс, то все. И интересно, там вот этот нюанс очень крутой. И она заставила мужа есть. То есть, она заставила мужа есть. Как она его заставила, непонятно. И первый человек, он тоже съел от этого дерева. И приходит Бог и говорит, я же тебе сказал, этого сделать нельзя. Я тебе сказал, он говорит, а я не делал. Он говорит, это вот женщина, которую ты мне дала, она сделала это. Он сразу с себя скидывает ответственность. Он говорит, это она сделала. Я от нее ел. Ты мне сказал, а дерево не есть. Я от дерева не ел, я не трогал. Я, как ты сказал, так и сделал. А вот она, она с дерева взяла и она мне дала. Так я с дерева не ел. Все, какие вопросы? Бог говорит, ты кого обмануть хочешь? Ты кого обмануть хочешь? Значит, понятно, да, идея? То есть, человек пытается обмануть Бога, кого он обмануть хочет. И вот, говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, хохмой, божественной мудростью, построится дом. То есть, возьми аксиомы, которые работают. Божественную мудрость. Ибо твуна, и тканен. Значит, твуна, это качество ума уже человека, которое называется логика по-простому. Понимать вещь из вещи. То есть, человек постоянно, он не живет в реальности, он живет в мире своих выводов, своих схем. Так, это значит, что? Значит, я сейчас сделаю и будет так. То есть, человек постоянно проводит вот эти вот комбинации, выдумывает причина-следствие. То есть, он смотрит на вещь, и из нее делает, ее разбирают на терпичики. Или у него есть там два-три каких-то, ну, каких-то идеи, и он их соединяет в одну. Это качество ума называется бина. Строить. Человек строит свой мир, в котором живет. Так, если у него логика сильная, тогда он построит крутой мир. Если у него есть хороший материал. То есть, материал, это похоже на строительство дома. Если у человека, вначале он собирает материал, кирпичи, камни, там, и так далее. Собрал материал, собрал. Это хохма, божественная мудрость, это аксиомы. Дальше он начинает из них строить что-то. Так же каждый из нас. Вначале мы собираем в себя вот эти вот аксиомы знания, а потом мы из этих знаний начинаем комбинировать выводы. Что получается? У каждого что-то свое. Дальше мы узнаем, что нам дальше советует царь Соломон. Каждый из нас что-то свое создает в своем мире. Как, знаете, вот примеры логики. Спрашивают, например, у мужчины, какие шансы встретить динозавра на улице? Он говорит, шансов ноль. Шансов. Ну, какие шансы встретить динозавра на улице? Хотя это неправильный ответ, да, потому что, что значит встретить динозавра? А игуана динозавр? То есть тут надо разобраться, кто такой динозавр, как его встретить. А женщина спрашивает, женская логика, спрашивает, какие шансы встретить динозавра на улице? Она говорит, 50%. 50%. Ее спрашивают, как 50%? Она говорит, или да, или нет. Или встретишь, или не встретишь. Тоже же логика, правильно? То есть выводы, выводы можно делать любые. Исходные данные, динозавры и так далее. Все, это была шутка в конце. Теперь давайте сделаем выводы из сегодняшнего урока. Первое, подальше от зла. То есть надо смотреть на человека, на его систему координат. Злодеи, они временно преуспевают. В принципе, миром правит больше зло, чем добро. И большинство, как бы вся система выстроена на алчности, на желание почета любой ценой там кого-то. То есть вся система выстроена. И, кстати, интересно, что вот рулят, ну, кто является лидерами такими, да? Сумасшедшие. Реально. Лидеры моды. Там, Ладерфельды, все эти. Сумасшедшие. Реально сумасшедшие. Даже та же Шанель была. Не было детей у нее. Какая-то женщина, ну, реально непонятная, которая выдумывала какую-то хрень и, значит, всех заставляла действие делать, как она делает, ей нужны были бабки. Конкретно всю жизнь. Все ради денег, все ради славы, все ради этого. Теперь возьмем любую другую сферу. Пьер де Купертен, сумасшедший. Карл Маркс, сумасшедший. Сегодняшний лидер из стран Дональд Трамп, почитайте его книги, реально, почитайте, вы увидите. Он не в себе. Он реально не в себе. У человека мания величия, конкретная мания величия, когда есть, ну, просто фотографии. Ну, то есть, у человека мания величия. Я там хозяин, хозяин мира и все. И вот он с этой прической такой, которую он, ну, реально, как бы, сильно выращивает. Он говорит, у меня прическа, прическа. Вот. Поэтому мы живем в мире сумасшедшем. И надо держаться от злодеев подальше. И а куда уходить? Чем заниматься? Тора, святые книги, добро, медитация, профессионализм, строить свой мир, именно строить свой мир, начать с маленького внутреннего мира, выстроить свой внутренний мир на базе добра, потом, значит, и дальше этот мир расширять, как говорил Стивен Ковид, то есть расширять зону своего влияния тем, что ты вот делаешь все правильно, кайфуешь от того, что Бог тебе дает, получаешь много радости, работаешь и так далее. Я считаю, что так надо делать. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, сделайте свои выводы и стройте свой мир полный добра, чтобы Бог вам дал добро, свет, радость, здоровье, деньги, гармонию. И чтобы в заслугу того, что я учу Тору вместе с вами и за вас молюсь, чтобы Бог мне дал то же самое. Все, удачи, успехов, пока, пока. Все вин-вин должно быть, все должны выигрывать.